Один из рязанских подростков своим поведением сумел удивить даже следователей. Инцидент произошел еще в августе. Сотрудники ГИБДД, как обычно, несли службу на одной из точек. В это время из темноты показался скутер с довольно веселым водителем и таким же пассажиром. Молодые люди, видимо, почувствовали себя супергероями и решили развлечь себя погоней. Просьбы сотрудников остановиться только подстегивали хулиганов. В итоге скутер легко скрылся в закоулках, куда не смогла так же элегантно проехать патрульная машина. В этих дворах он смог от них скрыться. После чего сотрудники полиции снова выехали на улицу Октябрьскую, где стали патрулировать по своему маршруту. Но молодому человеку показалось мало приключений. Уже в одиночку он вернулся и начал дразнить сотрудников ГИБДД. Подростка не смутил даже тот факт, что он был пьяным и бесправ. Погоня продолжилась по улицам Станкозаводской, Бирюзова, а в районе садоводческих товариществ несовершеннолетнего шумахера подвел гравий. Скутер занесло, водитель свалился и успел скрыться в ближайших кустах. Казалось бы, ночная история закончена, но не тут-то было. Хулиган дождался приезда второго патрульного экипажа. В этот момент выходит подозреваемый, из темноты подходят сотрудники полиции и наносят ему удар в лицо. После чего задержали, достали в отдел полиции. Выяснилось, что молодой человек уже состоит на учете за неоднократное нарушение комендантского часа и употребление алкоголя. Единственное, более-менее логичное объяснение его поведению только одно – живет без мужского присмотра, с мамой. Впрочем, для судьи это второстепенная информация. Субтитры создавал DimaTorzok